Итоги тотального диктанта подвели по всей России. 68 стран, более 700 городов, около 150 тысяч участников приняли участие в самом масштабном уроке русского языка. Наши корреспонденты узнали, как справились с заданием участники из Чебоксары и Новочебоксарска. В Чувашии диктант провели в четвертый раз. Почти 500 человек решили проверить свои знания государственного языка. Самому маленькому участнику всего 6 лет, а старшему уже 80. Среди имен, под которыми регистрировались участники, были и Мольер, и Джастин Бибер, и даже Иван Сусанин. Справились с заданием на 5-2 участницы. Ульяна Карасева, связаться с ней не удалось, и Нина Васильева. Вот такие акции, они как раз помогают привить интерес к нашему родному русскому языку, познать его величие. В ходе написания вот некоторые запятые заставили задуматься, конечно. Некоторые я уже доставляла, когда проверяла второй раз. А вот статистика хорошистов, троечников и тех, кто не справился с текстом, не ведется. В первую очередь, тотальный диктант – это самопроверка, а не соревнование. Хотя, как и в спорте, у тех, кто готовится к заданию, результаты лучше. Но все-таки были слова-ловушки, которые попались многие. Например, из Поднебесья мерились и нескрываемый. А вот по сравнению со всероссийскими ошибками со словом «удлиняют» справились почти все. От команды составителей текста были особые указания на этот счет. Команда Новосибирского государства университета с точки зрения методики продумывает все. И в том числе, какие ошибки засчитывать, какие не засчитывать. Любое количество ошибок, наследное, раздельное, дефисное написание в сочетании с Поднебесья считать за одну ошибку. Вот такие вот рекомендации по каждому слову, по каждому случаю. Стабильно около 500 жителей Чувашии участвуют в акции. Но организаторы «Тотального диктанта» в республике планируют расширить количество площадок, привлечь «АллатР», «Канаш» и другие города. А в понедельник, 25 апреля, все, кто хочет проверить знания родного языка, смогут принять участие в едином всечувашском диктанте. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Да.